Добрый вечер, уважаемые коллеги. Если меня слышно, то что видно, понятно. Главное, чтобы слышно было, поставьте огонечек, пожалуйста. Да, я увидела огонечки, спасибо большое. Если со звуком все в порядке, то давайте приступим к сегодняшнему вебинару. Говорить мы сегодня будем о хорошей платформе для создания электронных уроков. Называется эта платформа, тут с произношением сложно, но я буду ее назвать просто Кора. Платформа Кора позиционирует себя как отечественный портал для создания электронных уроков. Есть в нем и бесплатные, и платные тарифы. Мы сегодня поговорим о бесплатных возможностях, они здесь достаточно неплохие. Понятное дело, что, наверное, сейчас проблема создания электронных уроков, она может быть не так актуальна, когда мы все были на дистанционном обучении, то тогда это было наиболее востребовано. Сейчас, возможно, уже не так часто мы создаем электронные уроки, но, тем не менее, у некоторых учителей потребность такая осталась, у некоторых преподавателей. Такие электронные уроки даются как домашнее задание, как дополнительная какая-то работа в проектной деятельности. Ну, в общем, возможностей их использовать достаточно много. Давайте посмотрим, собственно, чем нас может привлечь эта платформа. Чего же мы ждем от вообще таких платформ? Прежде всего, чтобы была простая и понятная регистрация. Слишком сложная и запутанная, нам не очень нравится, и мы, скорее всего, бросим этот сервис уже на этапе регистрации. Хорошо бы, чтобы здесь можно было добавлять учебные материалы разных форматов, то есть можно было не только текст написать, но можно было бы, допустим, добавить видео, ну, хотя бы в виде ссылки, да, загрузить изображение. Вообще, отлично было бы, если можно было загрузить какой-нибудь документ внутрь нашего урока, там, PDF, может быть, презентацию, там, Excel-таблицу. Вот хорошо бы, чтобы так было. Дальше. Еще отлично было бы, если можно было организовать проблему коммуникации с учеником, то есть организовать обратную связь с ним, общаться вот по предмету, по этому электронному уроку на тему. То есть учитель будет видеть выполненные работы, отвечать ученику, комментировать его работу и тому подобные вещи. Хорошо бы еще, чтобы была совместная работа с учеником опять-таки, или с коллективом учеников. В первую очередь бесплатный тариф. Я бы сюда еще добавила возможность работать на территории Российской Федерации, потому что, как показала практика, это тоже сейчас важно. Ну и возможность производить оценивание и контроль. Это тоже немаловажно, когда есть хорошая статистика, когда мы можем проверять работы ученика, не просто сделанные в формате теста, а более сложные вещи, сочинения какие-то, творческие работы, оценивать их и следить за успеваемостью таким образом. Вот это в идеале, что мы ждем. Вот с этой точки зрения мы с вами посмотрим сегодня на сервис Core. Начнем мы с тарифов и с регистрации. Вот так выглядит сама платформа. Я вам сейчас в чат добавлю ссылочку, сразу скажу по поводу ссылок. Платформа эта достаточно закрытая. То есть вот когда я озаботилась поиском интересных ссылок, интересных материалов, их найти сложно через поиск в интернет. Поэтому если вы создаете даже здесь свой урок, и он внутри системы функционирует, в прямую по поиску по интернету его очень сложно будет найти, практически невозможно. Только если вы эту ссылку нигде не опубликуете. Там в социальной группе или еще где-нибудь. Поэтому ссылок сегодня будет не очень много. Вот все, что смогла найти, все сегодня добавлю в чат. А ссылочку я вам дала для того, чтобы вы заглянули на платформу, посмотрели, понажимали на разные кнопочки, посмотрели на регистрацию, может быть даже зарегистрировались. Пока я буду обо всем этом рассказывать. Итак, у сервиса есть платные и бесплатные тарифы. Давайте на них посмотрим. В бесплатном тарифе мы можем создавать любое количество электронных уроков в неограниченном варианте. Мы можем их создавать для неограниченного количества студентов, учеников. Это тоже большой плюс. Все базовые возможности этой платформы здесь присутствуют в бесплатном тарифе. То есть есть хорошая статистика, возможности проверки творческих заданий, возможность прикрепления разных учебных материалов в разных форматах. В общем, все базовые возможности здесь очень хорошие. Чего здесь нет в бесплатном тарифе? Здесь можно бесплатно сконструировать свой онлайн-курс. То есть эта платформа еще не только электронные уроки отдельные создает, но можно здесь сконструировать целый онлайн-курс, состоящий из множества электронных уроков. Сконструировать его можно бесплатно, но вот чтобы запустить его, сделать его активным, для этого придется уже приобрести платный тариф. Платные тарифы начинаются примерно с 1200 рублей в месяц. К платному тарифу относится также такая модная штучка, как использование искусственного интеллекта. Если оплатишь платный тариф, то можно попробовать создавать учебные материалы с использованием нейросети. Если это интересно, то вот можно попробовать. Более того, если вы впервые на этом сайте, то у вас периодически будет всплывать плашечка с предложением зарегистрироваться на 30 дней на любой платный тариф, чтобы попробовать его возможности. Если у вас такое желание есть, почему бы нет, можно попробовать и посмотреть, как работает этот сервис в платном варианте. Но даже несмотря на это, бесплатно тоже очень все неплохо здесь работает. Давайте смотреть. Итак, регистрация здесь довольно простая. Еще самый простой вариант – это вообще через Google зайти. Если нет, то тогда вот такая вот форма для регистрации предлагается. Имя, фамилия, адрес электронной почты, пароль. К сожалению, здесь потребует номер телефона, и это поле обязательное. Как я не крутилась и не выкручивалась, но мне пришлось свой номер телефона здесь указать. Ну, естественно, нужно соглашаться с условиями сайта и после этого нажимать на кнопку «Зарегистрироваться». После этого на почту придет письмо для подтверждения создания аккаунта, и все, можно работать. Далее. После того, как мы зашли в свой личный кабинет, он выглядит, кстати, вот так, в пустом варианте. Здесь наверху несколько вкладочек для создания курсов, для создания уроков. Здесь во вкладке «Проверка заданий» собраны все задания, которые вам ученики будут присылать, и которые надо будет проверять вручную. Например, там сочинение какое-нибудь и так далее, творческая работа. Мы зайдем во вкладку «Уроки» и посмотрим, как здесь создаются уроки. Пошагово, послайдово посмотрим, понажимаем разные кнопочки, я покажу, что и как. Итак, как только мы зашли во вкладку «Уроки», нажимаем на эту желтую кнопочку с плюсиком, и у нас два варианта – создать урок или создать олимпиаду. Чем олимпиада отличается от урока? Олимпиада, как правило, это набор каких-то заданий. По сути, это большая контрольная работа, которая состоит из нескольких частей. Внутрь этой контрольной работы можно вставлять и тексты, и ссылки, и какие-то справочные материалы, но все-таки она больше ориентирована на проверку знаний. Урок – это более такая свободная форма. Здесь могут быть информационные блоки, могут быть блоки с проверкой знаний, с тестированием. И в любом порядке они могут располагаться. Давайте посмотрим на урок. По сути, они друг с другом очень похожи. Смотрим. Итак, для создания урока тот сервис предлагает несколько шаблонов. Если вы любите работать с шаблонами, то здесь есть пять таких вариаций. Чем они отличаются от пустого урока? Пустой урок – это белая страница, на которую мы будем добавлять разные блоки. Шаблоны – это уже заполненные страницы. Если там уже какое-то содержимое есть, наша задача из этих блоков – удалять содержимое и вставлять свое. Здесь есть шаблон входной диагностики. То есть, когда мы опрашиваем учеников, узнаем, что они знают, что они помнят, что они забыли перед обучением непосредственно. Дальше. Информационный материал к онлайн-курсу – это просто информационные блоки с разной информацией по теме, то есть теория. Итоговый тест по разделу курсу – это само собой разумеющиеся вещи. Это тестовые какие-то задания, викторины, тесты. Перевернутый класс перед тренингом-мастер-классом. Что это такое? Технология перевернутого мастер-класса, если в двух словах, то это как будто бы мы с ног на голову встаем. То есть дети изучают, слушатели, скажем так, изучают дома самостоятельно теорию, а практику мы уже отрабатываем на уроке. То есть обычно теорию изучают на уроке, ну а здесь все наоборот, поэтому и называется перевернутый класс. То есть можно вот такой урок создать. Ну и, наконец, есть еще шаблоны рефлексии – это опрос учеников после того, как они закончили работать с уроком. Можно что-то из шаблонов выбрать, но проще, наверное, все-таки выбрать пустой урок и уже под себя, под свои задачи его адаптировать. Смотрим. Итак, какие блоки есть? Любой урок, который мы будем создавать с нуля, у нас будет состоять из нескольких блоков. Количество блоков не ограничено, мы их можем расставлять в любом порядке. Это блоки информационные, теоретические. Это блоки с заданиями и тестами. Блоки с опросами и обратной связью. Опрос отличается от теста тем, что там нет правильных и неправильных ответов. Это просто опрос, вы получаете какую-то информацию. Ну и, наконец, у платформы Core есть возможность интегрироваться с другими сервисами и вставлять внутрь электронных уроков ресурсы из других сайтов. Давайте по порядку так их всех посмотрим. Перед этим я вам пару ссылок все-таки в чат отправлю, чтобы вы могли посмотреть, как это все работает. Итак, вот этот урок мне понравился. Я его нашла совершенно случайно в интернете. Жанры живописи. Здесь электронный урок. Если вы откроете ссылочку, вам предложат либо зарегистрироваться, либо зайти без регистрации, ну хотя бы назвать свое имя и фамилию. Без регистрации, наверное, проще будет. Любое имя, фамилию называете, и тогда вы можете зайти внутрь этого урока. Урок расположен по страницам. То есть нажимаем на первую страничку, а дальше по стрелочкам двигаемся вперед. Дальше. А вторая ссылка – это то, что я уже экспериментировала. Здесь электронный урок уже в другом формате. Здесь нет страниц. Здесь они будут потихонечку подгружаться по мере изучения. То есть вы начинаете автоматически с первого блока, идете вниз-вниз-вниз, нажимаете кнопочку со следующим блоком, и он постепенно подгружается. То есть получается такой длинный интерактивный лист. В таких двух форматах здесь можно создавать работы. Выбирайте, какой вам больше нравится. Ну, давайте посмотрим, как выглядит изнутри этот конструктор. Сначала мы даем, естественно, название электронному уроку, его описание. И дальше переходим к добавлению блоков. Блоки здесь находятся с левой стороны. Вот они. Расположены они как раз в том порядке, как я их перечислила на предыдущем слайде. Начнем с блоков информационных. Как здесь все работает? Берем блок мышкой, просто перетягиваем его на нашу страницу. Можно вообще все блоки разместить на одной странице. Тогда она у нас будет такая длинная-предлинная. Если имеет смысл эти блоки разделить на части, то можно сделать несколько страниц. Внизу под каждой страницей вы увидите кнопочку «Добавить страницу». Нажимаете и переходите на новую. Ну, вот это моя первая страничка. Я добавила сюда текст. Вот, пожалуйста. И я сюда добавила еще изображение. Тоже перенесла блок мышкой и приделала его под текстом. Изображения загружаются с компьютера. Объем файла до 5 мегабайт. Можно загрузить картинку по ссылке. Для этого есть специальное окошечко. У текста есть минимальные настройки, минимальное форматирование. Можно делать шрифт толстым, сделать поменьше, отформатировать его немножко, отцентровать и добавить внутрь киперссылки. Минимальный набор инструментов, в общем, для всего самого главного хватает. Это что касается текста и картинки. Что еще можно добавлять? Еще можно добавлять инструкцию. Она отличается от текста тем, что она обычно на каком-то цветном фоне, определенным значком отмечена. Значок добавляем из библиотеки, и текст пишем сами, цвет выбираем. Ну, как в учебниках обычно рисуют, задание каким-то образом выделяется. Это задание, чтобы устремить взгляд ученика, чтобы он увидел, что от него требуется. Небольшая инструкция к работе. Далее. Медиафайл. Следующий блок. Вот он перед нами. Это блок для добавления аудио, видео. Загружается видео и аудио с компьютера в первую очередь. Ограничение до 1000 мегабайт. То есть до 1 гигабайта можно закачать сюда совершенно спокойно. Даже большие тяжелые видеоролики, видимо, будут поддерживаться. Есть возможность добавить видео или аудио по ссылке. Из знакомых нам ресурсов это будет YouTube, это будет ВК, ВКонтакте, это будет Рутуб. Вот такая вот хорошая штука. Можно даже с Рутуба добавлять в видеоролики. Следующие блоки. Блок с документом. Вот он, вот этот блок. Он позволяет добавлять внутрь нашего электронного урока различные документы с компьютера. Документы в разных форматах. Поддерживается обычный текстовый. PDF поддерживается. Excel. Презентация в формате PowerPoint. Дополнительно можно добавить материал по ссылке из Google аккаунта. Например, там Google таблицу, Google презентацию, Google документ. Вот таким образом. Возможно, как пишут создатели сервиса, поддержка и других сайтов с размещенными на них документами. Но это уже надо пробовать. Четкого списка тут нет. Поддерживаемых форматов. Далее. Каждый блок, естественно, можно удалять и дублировать. Для этого есть специальная кнопочка. Ну, а кнопочки, собственно говоря, вот последний блок информационных, добавление кнопок. По сути, это гиперссылка. Ну, например, ведущая на какой-нибудь веб-ресурс, где информация будет в более подробном виде представлена. То есть вы рекомендуете ученикам почитать еще какую-то информацию по теме. Добавляете кнопочку, пишите на ней надпись, ну, например, подробнее. Читаете в этой статье что-нибудь вроде этого. Даете ссылку на эту статью. Кнопку, естественно, можно перекрасить. И вот таким образом гиперссылка у нас очень красиво оформлена. Количество блоков, повторюсь, уже никак не ограничено. Мы можем вставить хоть несколько текстовых блоков, хоть несколько картинок подряд. Все что угодно. Переходим к самому интересному. К заданиям и тестам. Тесты здесь следующего рода. Ну, вот они все опять у меня здесь отображаются. Давайте почитаю, объясню, что и что. Обычный тест викторина с выбором одного или нескольких правильных ответов. Открытый вопрос. Его проверяют вручную. Это как раз вариант с творческими заданиями. Классификация, когда нужно рассортировать какие-то явления, понятия, предметы по категориям. Вопрос с автопроверкой. Это тоже открытый вопрос, но там есть автоматическая проверка. Заполни пропуски. Создание интерактивных диктантов хорошо подходит. Ну и не только, а можно слова вставлять. И очень интересная форма называется диалоговый тренажер. Это особый вариант разветвленного теста. Ну вот и в этом порядке я вам предлагаю на них на всех посмотреть. Начинаем с первого, с теста. Очень простая форма теста. Придумываем вопрос. Устанавливаем, сколько правильных ответов будет. Видите, ответы вписываем, естественно. И отмечаем правильные. Стандартная технология. Если мы хотим добавить картинку к этому тесту, то это будет отдельным блоком идти. Внутрь теста ничего уже не вставляется. Если нужна картинка или видео, добавляем ее либо вверху, либо внизу. Далее, что здесь еще есть интересного? Напротив каждого варианта ответов появляется такое облачко. Это есть возможность добавить комментарий к каждому варианту. Можно добавить к правильному ответу, написать да, ты молодец, умница. К неправильному, к сожалению, не так. Ну а можно более подробную какую-то информацию дать. Например, если ответ неправильный, мы можем дописать какую-то справочную информацию. Почему он неправильный? Ну потому что, например, поморы не жили на берегу Балтийского моря. Там потому что, потому что. Вот такая история. Комментарии можно добавить не только к каждому варианту, но еще и к вопросу в целом. Комментарии будут показываться только после того, как ученик ответит. Вот здесь как раз можно справочную информацию дать. Кто такие поморы, где они жили и на берегу какого моря селились. Вот сюда достаточно вписать какую-то текстовую информацию. Это хорошая вещь. Она позволяет тесты сделать не просто, ну грубо скажу, тыкнуть куда-нибудь и что-нибудь, чтобы получилось. То есть поможет более включить ученика в тему. Добавить ему какую-то информацию к размышлению. В общем, тест становится не просто тестом, а уже таким обучающим элементом. Идем дальше. Открытый вопрос. Это возможность ученику предоставить возможность создать какую-то творческую работу. Ну вот я такое задание придумала. То есть нужно собрать какую-то информацию об острове Шпицберген. Ее можно вписать вот здесь в поле. Но если у ученика большой, развернутый ответ на вопрос, он может прикрепить файл. И прислать его на проверку учителю. И то, и другое возможно. Более того, здесь в конструкторе не отображено. Но когда викторина будет создана, когда электронный урок будет сохранен, у ученика будет возможность еще и записать аудио. Подключить микрофон и наговорить это голосом. Такая возможность тоже есть. Почему-то в конструкторе она не отображается. Но когда мы это сохраним, появится еще одна кнопочка для аудиоответа. Тоже хорошая штука. Вот я вам говорил про кнопку «Добавить страницу». Вот она обычно здесь находится внизу. Идем дальше. Классификация. Классификация – это распределение каких-то понятий по категориям. Они здесь называются корзины. Для начала мы должны создать сколько-то корзин, сколько-то категорий. Например, у меня распределение морей по океанам. Я создам 4 корзины, 4 океана. И внутрь каждой корзины я буду вписывать по одному слову или по словосочетанию. И разделять я их буду нажатием на кнопку «Интер», чтобы каждое словосочетание, каждое слово шло с новой строки. Это будут блоки. Сервис на выходе все это перемешает. Задача ученика будет мышкой разделить, что куда относится, что в какую корзину идет. Опять-таки, есть возможность добавлять комментарии. После того, как задание будет выполнено, ученик увидит комментарий. Там ему будет описано, например, каким моряк, каким океаном относится и почему это именно так. Далее. Вопрос автопроверка – это тоже открытый вопрос. Но здесь уже автоматическая проверка присутствует. Как правило, это вопрос, который требует очень коротенького ответа. Напиши цифру, напиши одно слово, там словосочетание. Задача наша – придумать сам вопрос и придумать правильный ответ. Написать правильный ответ, с которым будет встречаться то, что напишет ученик с клавиатуры. Я вот здесь написала, что надо с большой буквы писать ответ, хотя эта информация излишняя, потому что здесь при автопроверке сервис засчитывает все ответы. И с большой, с маленькой буквы написаны. Он к регистру никак не привязан. Опять-таки, здесь есть возможность добавлять комментарии. Можно добавить несколько правильных ответов. То есть, если, допустим, вы не уверены, что именно в такой орфографии будет написано слово, можно добавить еще несколько похожих вариантов, чтобы все они засчитывались как верные. Заполни пропуски. Это возможности для создания интерактивных каких-то диктантов. Это текст, внутри которого стоят пропуски. Эти пропуски надо заполнять либо буквами, либо словами, либо какими-то знаками, пунктуацией, например. Здесь есть две возможности за заполнением пропусков. Первое – это вписывать в пропущенные вот эти вот места какие-то слова или буквы, или знаки. Либо выбрать пропуски. Это значит, что у каждого пропуска будет несколько вариантов. И при нажатии на пропуск у нас эти варианты откроются. И нужно будет просто щелкнуть по варианту, какой вы выбираете. Ну, например, пропущена у нас буква, щелкаем по этому пропуску и видим, что надо выбрать между «Е» и «И». Какой-нибудь из этих двух букв. Ну, вот, пожалуйста, на экране у меня сейчас примерчик. Это как раз вариант с вписыванием пропусков. Записываем весь текст, записываем предложение, сколько угодно. Выделяем слово, на месте которого должен быть пропуск, мышкой. Появляется значок «Сделать пропуском». Щелкаем по нему и переходим к следующему. Внутри одного задания таких пропусков может быть любое количество. То есть мы можем просто скопировать, вставить текст, а дальше уже внутри этого текста выделять сложные места. А это вариант с выбором пропусков. То же самое я, например, оставила. Но теперь я выбрала вот этот вариант «Выбрать пропуски». А дальше я просто в открывшиеся поля вписываю варианты, из которых надо будет выбирать. То есть у меня может быть Кольский полуостров, а еще какие-то полуострова здесь в списочке. Как обычно, здесь можно добавлять комментарии, расшифровывающие, дополняющие задания. И вот мы с вами дошли до самого сложного варианта – диалоговый тренажер. В моем варианте, который про русских путешественников, там этот диалоговый тренажер в самом конце есть. Я пошла по очень несложному пути. На самом деле диалоговый тренажер – это дело сложное, требует внимательности прежде всего, потому что в основе тренажера лежит разветвленный сценарий. В чем суть? Это викторина, может быть, даже какая-то ситуация, внутрь которой погружается герой, и он должен отвечать на вопросы. Давайте я вам отдельно дам ссылку на диалоговый тренажер. Он учебный, демонстрационный. На сайте платформы его используют как демонстрацию, чтобы вам было понятнее. Итак, в зависимости от того, какой ответ на вопрос даст ученик, участник, будет развиваться сценарий. Например, если он ответил верно, то переходим к следующему вопросу. Если ученик ответил неверно, вот тут начинаются варианты. Можно его вернуть назад, чтобы он еще раз ответил, но теперь уже правильно. Можно дать ему дополнительный вопрос, тогда сценарий пойдет немножко в сторону. Какой-нибудь вопрос полегче, чтобы он на него ответил. Можно вообще у него отнять баллы и тоже отправить его по пути к следующему вопросу. Вариантов может быть хотя бы три, может быть еще больше. В зависимости от того, какой вариант вы выберете, ваш сценарий будет ветвиться по разные стороны. Давайте посмотрим, как это все ветвление происходит на практике. Для начала, наверное, стоит хотя бы на бумажке нарисовать структуру нашей викторины и придумать принцип, как будет, куда ветвиться и чем заканчивается каждая веточка. После этого притворяем это все в практику. Опять вытаскиваем блок, который называется диалоговый тренажер, выставляем его в поле и нажимаем на кнопку «Редактировать». Для диалоговых тренажеров откроется новая страница «Новый конструктор». И там будет только этот диалоговый тренажер. Более того, в предварительном просмотре его даже видно не будет. Его можно увидеть только после того, как вы откроете для большого просмотра. Работу тогда можно посмотреть. Ну, смотрим. Изнутри как выглядит. Изнутри диалоговый тренажер у нас будет состоять из нескольких частей, из нескольких блоков. Их называют экранами. Есть экраны диалоговые и есть экраны информационные. Чем они отличаются? Информационный экран – это экран, на котором не происходит никаких вопросов. Это экран для добавления информации. Например, вступление в наш диалоговый тренажер должно быть, наверное, информационным экраном, чтобы ученик вообще понял, что от него требуется. То есть мы пишем здесь инструкцию, рассказываем, на сколько вопросов он должен ответить, о чем эти вопросы. Ну, всю вводную входящую информацию нужно выдать на первом информационном экране. Вот мы нажимаем на эту кнопочку, открывается экран, сюда мы вписываем текст. Вот инструменты для его форматирования. Можно даже смайлики добавить, если очень хочется, и гиперссылки прикрепить. Это стартовый экран, а дальше у нас должен быть переход к следующему этапу, то есть дальше у нас по сценарию будет вопрос. Для этого есть инструмент, который называется «Адрес кнопки». Если нажать на вот эту вот стрелочку, у нас выпадет список всех экранов, которые созданы внутри этого тренажера. Поскольку это у нас только первый, то у нас список будет пустой, но в списке будет кнопочка «Новый экран». Мы выбираем новый экран и перепрыгиваем в следующий блок. И дальше мы можем уже выбрать следующий этап, например, диалоговый экран. Вот так выглядит экран диалоговый. Здесь есть автосохранение. Можно не бояться, что у нас изменения отменятся. Вот все изменения сохраняются. Все, что мы вписываем, практически моментально сохраняется. Мы вписываем вопрос. Даем варианты ответов. Максимальное количество вариантов 4. Можем прикрепить картинку с компьютера. Далее. Напротив каждого варианта из ответов мы выставляем количество баллов. От нуля до плюс и минус бесконечности. В зависимости от сложности вопроса вы можете назначить и один балл, и два, и более. Более того, за неправильные ответы можно баллы вычитать. Для этого мы ставим минус сколько-то баллов. Кнопки минусующие и кнопки плюсующие с разных сторон расположены. Там и там. Выставили мы баллы. Ну и, естественно, правильный ответ у нас будет Достоевский. Опять заходим в раздел «Следующий экран». Нажимаем на кнопочку и выбираем опцию «Новый экран». То есть по нашей задумке сюда, после ответа на этот вопрос, ученик должен перепрыгнуть на экран, где мы его напишем, что он молодец, и ответил он правильно. Вот такая история. То есть мы создаем новый экран, и он у нас будет информационным. То есть мы там просто обратную связь дадим. Что делать вот с этими двумя вариантами? Ну, естественно, им тоже нужны свои экраны, или хотя бы один одинаковый, на котором мы напишем, что ответ, увы, неправильный, а дальше уже подумаем, куда его вернуть. Либо назад, либо пусть он дальше продолжает отвечать на вопросы, либо мы ему что-нибудь дополнительное зададим. Ну вот я надеюсь, из моих таких объяснений более-менее понятно, как здесь все работает. Итак, через эту кнопку создаем новые экраны. И обязательно проверяем, чтобы каждый вариант ответа ввел на какой-нибудь экран, чтобы не было у нас ступора. Вот экран, например, с правильным ответом. Молодец, ответил правильно, добавляем картинку сюда. И дальше нажимаем на кнопку и переходим к новому экрану. Например, у нас следующий вопрос. Нажимаем новый экран, и он у нас будет диалоговый. И новый вопрос. И таким образом мы вот ступенька за ступенькой ветвим нашу структуру. Обязательно не забываем про все варианты ответа. Не бросаем их. Вот, пожалуйста, как это может выглядеть уже в заполненном варианте. То есть у каждого варианта ответа есть экраны. Один ведет на правильный ответ, неправильный ведут на неправильные ответы. И таким вот образом это все уже будет выглядеть в собранном виде. Если у нас этот вопрос в викторине последний, то мы выбираем такой вариант, который называется «Конец». И все. То есть после ответа на этот вопрос ученик выходит на последний слайд, на котором написано, сколько баллов он набрал из того, что возможно. Вот таким образом устраивается диалоговый тренажер. Немножко такая сложноватая структура, особенно если вы раньше этого никогда не делали. Но довольно интересно получается. Особенно если очень сильно разветвиться и придумать разные интересные задания по ходу игры, то это может действительно превратиться в такой интересный квест, который можно использовать. Диалоговые тренажеры не обязательно встраивать в электронные уроки. Вы можете это сделать как отдельная история. Использовать диалоговый тренажер, например, на мероприятиях где-нибудь. В той же библиотеке можно предложить читателям библиотеки поиграть в диалоговый тренажер. Почему нет? Это не обязательно должен быть учебный какой-то предмет. А можно потом выявить победителей и чем-нибудь их наградить. Так что это хорошее игровое задание для работы и для развлечения. Но мы вернемся назад. К сожалению, с диалоговыми тренажерами мы остановимся на этом. Поговорим о опросах и обратной связи. Опрос это по сути та же викторина, только там нет правильных и неправильных ответов. Мы вписываем вопрос, ответы. Можно добавить ответ другое, когда у нас ученик или тот, кто будет отвечать на вопросы, должен будет вписать свой вариант. Количество вариантов здесь никак не ограничено. Более того, вы можете разрешить, чтобы голосовали сразу за несколько вариантов. По сути, так можно и голосовалки проводить за что-нибудь. Обратная связь немножко отличается от опроса. Это, по сути, рефлексия. От ученика требуется рассказать, что ему на уроке понравилось, что не понравилось, где было сложно, чтобы он еще больше изучил, на чем ему надо сконцентрировать внимание. Более того, ученик может и прикрепить свой файл, где более развернуто может вам что-то рассказать. Таким образом, можно и с обратной связью с учениками тоже поработать. И, наконец, мы дошли до последнего варианта, до сторонних сервисов. Вот список сервисов, с которыми интегрируется платформа Core. Из того, что нам известно, это LeniNeps, естественно, это WorldWall, я думаю, вам знакомы. Квизит, но это для тех, кто делает флеш-карточки, может быть, знакомый сервис. Google Forma, но это точно все знают. И ряд других, но я с ними уже слабо знакома, поэтому, наверное, вы тоже их не знаете. Здесь в этом списке нет замечательного сервиса Genial. С ним тоже есть интеграция. Что это значит? Как эта интеграция работает на практике? Берете ссылку на свою работу или код для встраивания, что угодно, и вставляете в это поле, нажимаете Enter. И ваше задание из сервиса LeniNeps перепрыгивает сюда, на страницу электронного урока. Единственное, что статистику по прохождению конкретно вот этого задания, стороннего, вы на платформе Core не увидите. Он статистику у этих сервисов не отнимает. То есть, если вы хотите узнать о статистике на сервисе LeniNeps, то надо будет идти на LeniNeps и там проверять статистику. Это не очень удобно, но, тем не менее, почему нет? Если у вас есть хорошая, интересная игра, которую вы когда-то где-то создали, то вы можете ее встроить на страницу нашего электронного урока. Более того, можно попробовать интегрировать и другие сервисы. Я, правда, не пробовала, но есть такая вещь попробовать. Но, например, тот же самый сервис удобно попробовать интегрировать сюда. Вдруг получится. Вот. Но даже вот из этого списка сервисов можно выбрать для себя нужный и тоже его использовать в работе. Все в дело. И вот какие здесь еще есть настройки. После того, как урок у нас создан, я хочу обратить внимание еще на несколько настроек. Во-первых, у каждой страницы вверху есть кнопка вот эта вот с такими вот значками. Называется она «Сделать страницу контрольной». Что это значит? А это значит, что если на этой странице есть какие-то викторийные задания, то результаты ученику показываться не будут. То есть он не увидит, правильно он ответил или неправильно. Такая вот опция. То есть он узнает только от вас, правильно он ответил или нет. Вторая кнопочка рядышком находится со стрелочками. Вот эта вот. Это кнопочка «Рандомайзер». Ну, она так и называется. В чем суть этой кнопки? Если на странице собраны только одни тесты и викторины, то можно их перемешать. То есть каждому ученику они будут показываться в случайном порядке. То есть там, допустим, у вас три вопроса подряд, а сервис их будет все время перемешивать в случайном порядке. Если нужно, то, пожалуйста, можно их включить, чтобы они работали. Далее. После того, как у нас все создано, просмотрено, нам все понравилось, после этого можно переходить, собственно, к публикации. Кнопки для публикации находятся справа. Здесь из кнопочек все понятно. Опубликовать, соответственно, надо нажать на кнопку, чтобы все это вступило в действие. Здесь, к сожалению, нет приватной опции, то есть вы не можете ее скрыть от кого-либо. Может быть, в платной версии есть, но в бесплатной все равно все становится публичным. Но я повторюсь, что через прямой поиск Google никто вашу работу не найдет, даже если вы ее опубликуете. Это очень сложно. Дальше. Кнопочка «Поделиться». Это ссылка на созданный урок. Ее можно скопировать и разослать ученикам по электронной почте или в социальной сети, как захочется. Статистика находится в разделе «Прохождение». Здесь очень подробная статистика по количеству участников, по их результатам. Можно даже диаграмму построить. Но я сейчас на отдельных слайдах покажу, как это выглядит. В общем, здесь очень даже неплохая статистика, подробная, где можно отслеживать, сколько участников просмотрело вашу историю. И еще я хочу обратить внимание на настройки. В настройках урока можно тоже сделать интересные вещи. Вот эта ссылочка. Так она выглядит. Здесь есть прямая ссылка. Ой, не сюда показываю. Вот прямая ссылка. И код. Код еще для большей простоты. Вы можете его сообщить ученикам. Они должны зайти на сайт, который называется «Урок». Вот английскими буквами, латиницей. «.io». Вот туда зайти, ввести этот код, и они сразу попадут на этот электронный урок. Если это сложно, можно скопировать ссылку и рассылать ссылку. Более того, здесь есть ссылка, адресованная другим учителям. То есть, если захотите, вы можете поделиться вот этой версией. Тогда учителя смогут сделать копию вашего урока и ее редактировать. То есть, вы таким образом разрешаете делать ремиксы на свою работу. Ну, вот что касается настройки. Из настройки, что здесь хорошее есть? Здесь можно настроить показ урока со страницами и безстраничной. То, что я вам в самом начале вебинара рассказывала, что вот первая ссылка у меня был вариант страничный, а вторая ссылка безстраничная. То есть, как это большая длинная простыня. Чтобы вы сравнили, что вам больше нравится. Дальше. Можно ограничить прохождение урока по времени. То есть, вы можете задать как домашнее задание, чтобы все сделали до определенного срока. Ограничить срок доступа к уроку это называется. Забежала вперед. А ограничить прохождение по времени – это значит, что, например, урок ученик должен изучить, допустим, за час. Если он не укладывается, то все, доступ к уроку закрывается. Есть и такая штука. В общем, их можно подключать, отключать, как захочется. По умолчанию это все отключено, а просмотр будет страничный. Вот это стандартные настройки. Далее. По поводу прохождения я сказала, что статистика у нас в разделе прохождения находится. Давайте на нем посмотрим. У меня пока статистика вот такая. Вот что здесь есть. Во-первых, можно посмотреть, включить режим просмотра статистики. Мы его включили. Можем просмотреть результат по каждому ученику по отдельности. Вот, например, ученик первый. И мы можем проверять, где и как он ответил, где правильно, где неправильно. И, соответственно, делать выводы. Какую тему он усвоил, а с какой темой ему сложно работать. Можно просмотреть результат по всему классу. Ну, что значит по всему классу? Это значит, что все, кто прошел, автоматом будут всем вашим классом. И там будет уже красивая такая большая диаграмма, где... Ну, у меня всего один ученик, поэтому диаграммы особой здесь не будет. А если учеников было много, то можно просмотреть весь класс целиком и посмотреть, какие вопросы вызвали максимальные затруднения. Это что касается автоматической проверкой. Как только мы обновляем урок, как только мы его переделываем и сохраняем, то статистика у нас аннулируется. Это и открывается уже новая статистика по новой версии урока. Вот. То есть нужно это помнить. Далее. Если у нас есть ручные задания, которые нужно проверить. Например, ученики нам прикрепили задания, на проверку отправили. Они все находятся в разделе проверка заданий. Сюда стоит зайти. Кстати, есть колокольчик с уведомлением, который будет подсказывать, что у вас что-то пришло. Открываем. У меня здесь пусто пока. А в принципе, если вам что-то будут присылать, то вот здесь они будут все отмечены. Они все будут у нас пока не прочитанными. По мере того, как мы их прочитали, они будут перемещаться уже во вкладку «Прочитанные». Давайте посмотрим, как это все выглядит. Ну вот, например, диалог с учеником как выглядит. Вы открываете задание, смотрите, что вам написал там ученик. И, соответственно, ему даете обратную связь. Правильно? Молодец. И тогда мы принимаем работу. Если ученик что-то там накосячил, сделал что-то не так, мы можем отклонить, написать ему тоже комментарий, что не так. И если мы отклоняем его работу, он получает возможность второй раз выполнить это задание и прислать его еще раз. То есть, по сути, мы отправляем работу на переделку. Ну вот. Ученик попадает в свой кабинет. У него тоже есть такой же колокольчик наверху, который показывает, что ему что-то написали, что-то ответили. Он открывает это сообщение от учителя, видит, что учитель ему написал, что надо повторить это задание. И тогда он вписывает еще раз. Уже другой вариант. Может прикрепить файл и может записать аудиоответ, как ему захочется, и отправляет второй раз на проверку. Вот таким образом происходит общение с учеником в режиме онлайн. Вы общаетесь по поводу работы, пишете комментарии, ученик отвечает, и таким образом совместная работа организуется. Пока, до тех пор, пока урок не будет принят. То есть, пока вы, наконец, не примете этот урок и не закроете этот вопрос. Далее. Как ученики вообще попадают? Естественно, попадают они по ссылке, по коду. Я уже показывала и ссылку, и код. Вот вариант, как они зашли на сайт. Можно без регистрации, тогда все равно надо указать имя и фамилию, чтобы вы могли их идентифицировать. Если они создадут свой аккаунт, это вообще будет чудесно, потому что у них все работы, которые, все уроки, которые они будут проходить, они будут в их личном кабинете, и они смогут их просматривать, смотреть результаты свои. То есть, результаты у них будут сохраняться в личном кабинете, это удобно. Всегда можно вернуться назад, посмотреть, что было. Но это не обязательно. Ученики как раз здесь могут работать и без регистрации. Далее. Осталось еще несколько слов сказать уже в конце вебинара про викторины и олимпиады. Я уже повторюсь, но тем не менее. Олимпиада, по сути, это большая контрольная работа с разными заданиями контрольными, на которые ученик должен ответить. Внутрь олимпиады можно те же самые блоки вставлять. Тоже картинки, тоже видео, аудио, гиперссылки прикреплять. Но все равно это больше такая проверочная работа. Тесты там точно такие же. То есть, там и обычная викторина, и открытые вопросы, и тому подобные вещи. Чем она отличается? Она отличается немножко оформлением. Здесь действительно так все уже более солидно оформлено. Кроме обычных стандартных настроек, здесь есть экран «Вход в олимпиаду» и «Результаты олимпиады». Это первый и последний слайд, который видит ученик, когда начинает работать. Вход в олимпиаду, просят представиться, написать, допустим, электронную почту. И здесь еще можно, допустим, какую-то небольшую инструкцию написать. Что это за олимпиада, о чем она, какая цель и так далее. То есть, вот такой стартовый экран, который видит ученик. Мы можем заголовок, описание добавить, кнопочку начать. Ее переименовать можно. Для красоты можно прикрепить картинку. Последний экран – это вот результаты, которые ученик видит в самом конце. Викторина будет с автоматической проверкой. То есть, баллы будут сразу же на последнем экране. И мы можем точно так же здесь прописать количество баллов. Результаты олимпиады можно сделать дробными. По умолчанию здесь настроен всего один экран, где пишем «Поздравляем, ты прошел испытание, набрал 5 баллов». А вы можете добавить диапазон. То есть, сделать несколько экранов в зависимости от количества баллов. Допустим, если он совсем молодец, то он набрал 5 баллов. Если он средний уровень, то 3 балла набрал. Ну, а если там не очень хорошо, то 1 или 2. Поэтому нам нужно будет создать 3 диапазона и 3 вот таких экрана. И там уже на каждом экране мы более подробно будем прописывать результат, какую-то рекомендацию и обратную связь. Так у нас связь становится более идентифицированной. Количество таких диапазонов может быть любое. Может быть 3, а может быть и больше. Дополнительно, естественно, можно загружать картинки. Вот таким образом здесь можно и настраивать уже более дробно. По сути, это получается такой большой развернутый тест, который проходит ученик. В заключении хочу сказать о том, что у сервиса есть хороший справочный центр. Вот там как раз очень подробно описывается все манипуляции, все блоки, и по диалоговому тренажеру, и по тесту, и вообще по всему. Поэтому прежде всего, если у вас какие-то трудности возникнут, можно обратиться в справочный центр. На этом слайде я все ссылочки прикрепила. Есть еще 2 обучалки в интернете. Можно поинтересоваться и здесь тоже о том, как создаются уроки и диалоговые тренажеры особенно, если вас эта тема заинтересовала. А на этом я свой рассказ закончу. Я вижу, что там у меня маячат 3 вопросика во вкладке. Если какие-то вопросы есть, то я сейчас постараюсь быстренько на них ответить. Скажите, пожалуйста, какие задания можно выполнять с помощью искусственного интеллекта? Я платный тариф не подключала, но, судя по описанию, там можно создавать тесты с помощью искусственного интеллекта. То есть вы задаете тему теста, а искусственный интеллект вам предлагает какой-то вариант. Вы можете подключить бесплатный тариф, попробовать сами, а потом рассказать, как это. В бесплатной версии сервис дает возможность использовать диалоговый тренажер при работе с учениками. Да, конечно, он входит в бесплатную версию. Вы можете это сделать как отдельным мероприятием, так и включить как часть электронного урока. Диалог с учеником поддерживается только в платной подписке? Нет, диалог с учеником поддерживается в бесплатной подписке, аккаунт ученика тоже бесплатный. И ученик, и учитель работают здесь в бесплатном тарифе, в диалоге. Такая опция возможна. Вот, это бесплатная. Ну вот все, о чем я сегодня рассказала на вебинаре, оно все работает бесплатно. Поэтому, если захочется нейросети, то стоит подключиться на 30 дней и посмотреть, как оно. Вдруг вам понравится и вы захотите оплачивать. На самом деле, не такая же большая стоимость этой платформы. Они предлагают развернутые варианты с использованием онлайн-курсов. Можно ли встраивать этот ресурс на сайт? Нет. Для встраивания таких возможностей здесь нет. Вы можете его распространять по ссылке. Вы можете на сайте своего учебного заведения просто дать ссылку на электронный урок и все. А ссылку вы можете оформить как угодно. Вы можете картинку сделать, при нажатии на которой ученик попадает на электронный урок. Можете просто текстом написать ссылку и к ней подключить. Встраивания здесь нет, потому что это такая большая платформа. Ну, не встраивается, в общем, она. Мне кажется, стоит попробовать, хотя я и не учитель уже, но тем не менее, мне занерзали возможности диалогового тренажера. Здесь неплохие тесты. Чего мне не хватило, давайте уж скажу, что мне не очень здесь. Ну, не хватило. Здесь нет функции расставь по порядку. Мне нравятся эти задания, когда нужно расставлять по порядку, по хронологии, допустим, еще по каким-то критериям. Вот хорошо бы, чтобы еще такое здесь было задание, а в целом меня все устроило, особенно личный кабинет, общение с учеником. Мне чем-то напомнило вот этот вот Яндекс, с которым я когда-то работала во времена пандемии. Там же тоже есть такая обратная связь. Вот с чем-то похожа, но здесь мне понравилось, оно более какое-то дружелюбное. Вот, и главное, бесплатное. Так что, если нравится, подключайтесь, конечно, я со временем напишу по итогам этого вебинара обучалку, как всегда в блоге выложу, в группе, на канале про рекламирую. Так что, если не подписаны, еще приходите в гости, подписывайтесь, буду рада. По порядку, да, да, вот, да, я тоже подумала, что можно имитировать, допустим, добавить сколько-то корзин, расставить их по датам, а дальше пусть события по датам расставляют. Ну, наверное, как-то так можно попробовать. Да, вот, спасибо вам большое. Так, на вопросы я постаралась ответить. Вот, координаты на слайде. Вот, спасибо большое, надеюсь, информация будет вам полезной. Увидимся в конце апреля, через две недели. И поговорим, и продолжим тему электронных уроков, но немножко в другой сфере. Поговорим о создании рабочих интерактивных листов. Это тоже интересная вещь, потому что вот Коры, он как раз тоже, по сути, делает эти рабочие листы, но немножко в другом виде. Ну, в общем, мы продолжим. Приходите, всего доброго, берегите себя и до новой встречи.